Слава Богу за благодать Божию, которая действует среди нас. Церковь, давайте вместе скажем слава Богу. Я бы хотел вместе с вами вспомнить некие события. И здесь идет речь о избрании. Кто помнит, сколько учеников было у Иисуса? 12, правильно? И сегодня мы будем говорить о пяти учениках, когда они были призваны. Я хочу сразу читать Евангелие от Матфея, 4 глава, 18 стиха. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И говорит им, идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за ним. Сколько учеников было здесь? Два, да? Мы сказали, мы будем говорить сегодня о пяти. И поэтому мы будем читать дальше с 21 стиха. Оттуда идет далее, увидел он других двух братьев, Якова, Завидеева и Иоанна, брата его в лодке с Завидеевым отцом их, подчинивающих сети свои, и призвал их. Да верлисон sie sogleich das шифт и ihren Vater, и folгten им нах. И они тотчас, оставивши лодку и отца своего, последовали за ним. Сколько учеников сейчас? Теперь все вместе четыре, так? Мы открываем теперь Евангелие от Матфея, 9 глава, 9 стих. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мною, и он встал и последовал за ним. Матфей, мытарь, это тот, кто написал это Евангелие, он пишет о том, что он пережил. Хорошо, теперь мы вспомнили всех пятерых, так ли? Что общего в этих всех фрагментах? Что они сделали? Они все работали. Они работали по своей профессии. И каждый был актив в своей сфере. Те были у сетей рыболовных. Матфей был у столика своего. И как раз в этой ситуации, когда человек сконцентрированный на своем деле. Мы знаем такие ситуации, когда человек работает. Иногда лучше не мешать в такой ситуации. Вот как раз и в такой ситуации Иисус обращается к всем им. Следуй за мной. Братья и сестры. И Библия повествует нам коротко в одном предложении. И что они сделали? Они встали и сразу пошли. Некоторые оставили своего отца, лодку, сети рыболовные. Другой оставил свой столик. Может быть другие его коллеги работали еще. Почему? Почему они так поступили? Иисус рухт. Потому что Иисус их призвал. Иисус позвал. Братья и сестры. Братья и сестры. Братья и сестры. Братья и сестры. Пережили ли вы такое? Иисус рухт. Когда Иисус зовет. Что делает Иисус, когда он призывает. Мы знаем, что Иисус, он был учитель раввин. Хотя он был, конечно, больше, но он взял или вошел в роль раввина. Если Иисус тебя зовет, что он делает с тобой. Что он сделал с учениками. Он их учил, не так ли? Он их учил. Он не показывал им, как нужно ловить рыбу. Хотя он не раз это доказал, что он не разбирается в этом. Помните ли это? Когда ученики со всеми своими способностями, со своим опытом, возможностями у них ничего не получилось. И вот они усталые, измученные. Что говорит Иисус? Бросьте по правой стороне сети. И вы будете иметь улов. И имели ли они улов? Очень большой улов они имели. Это доказывает, что Иисус Христос разбирается и в этом. И на этом он не учился. Потому что он Бог. И очень чудное в том есть, что Иисус Христос начал им преподавать уроки. И их мышление, их поведение и восприятие жизни, он начал это все изменять. Почему? Почему? Были люди недостаточно совершенны в том, что они знали? Братья и сестры, почему Бог желает нас изменять? И кто готов или доволен в том, что его изменяют? Это не вопрос, который готов или доволен в том, что его изменяют. Если на сегодня мы посмотрим на молодое поколение и их спросим, вы с удовольствием ходите в школу? Дети, только честно, кто с удовольствием, с удовольствием ходит в школу? Спасибо за вашу искренность. Это одна из причин, почему Иисус Христос желает нас изменять. Понимаете? Потому что мы люди так внутри настроены, организованы, что мы желаем двигаться в жизни, поступать так, как мы это понимаем. Или как для нас будет правильно. Но если человек это понимает некорректно, тогда что нужно делать? Если человечество не поняла Бога, что нужно делать Иисусу? Слава Богу, что он принял эту роль на себя, быть учителем. Потому что быть учителем, это очень непростая работа. И не просто, или не просто так бывает, что учителя часто, они устают. Если первоклассники говорят, один плюс один, это два. И если человек, но кто-то говорит, я не знаю, может быть три. И вот двадцать детей в одном классе. Понимаете? И каждому нужно на его уровне подносить уроки. И это непросто. Но это двигает общество дальше. И это учение, преподавание ученикам, оно было очень нужно. И поэтому в самом начале Иисус Христос преподает им, изменяя их мышление. И что он делает потом? И он говорит, теперь вы способны. И я даю вам власть. И право совершать мое дело. И право совершать мое дело. Братья и сестры, вот такая последовательность. Иисус призывает. Иисус призывает. И научает сначала. Изменяя нас так, как он нас видит в своем деле. И те, кто способны на то принимать учения от Иисуса. Которые принимают эту Истину. И с измененным сердцем, с другим мышлением. И с измененным сердцем, с другим мышлением. Они идут и делают дело Господне. И тогда случается то, о чем проповедовал наш брат. Где ученики, они вне себе. Вообще удивлены и не знают, что происходит. Все, что мы делаем в имя Иисуса Христа, и то совершается. Мы говорим, больному вставай, и он здоров. Мы говорим, боже, гайз, фары, и он здоров. И одержимому говорим, злому духу выйди из него. И злой дух выходит. И многое, многое еще. И вот люди бывают, они впадают в депрессию и не могут выйти. И если люди во имя Иисуса работают над ними, и тогда депрессия уходит. Почему это происходит? Потому что Иисус Христос, он есть Властелин Великий. И, братья и сестры, почему я сегодня говорю об этом? Меня удивляет, что в церкви есть такие ячейки служения, которые еще не так эффективно производятся. И на это могут быть различные причины. Но одна из причин, что недостаточно людей туда инвестировали. И, если вы это не знаете, я, кто еще этого не знает, я отвечаю за служения в подростковых группах. И тоже там нам недостаёт поддержки от людей, которые бы сказали, да, я хочу вот там себя, ну, посвятить и служить в этом служении. И так же есть и в других ячейках служения. И, что меня удивляет, это то, как на сегодня жизнь организована здесь. Если я ищу себе работу, что я делаю? Я желаю Господу служить. Теперь посмотрим на нашу жизнь, когда я ищу себе, где буду работать. Мы начинаем писать резюме, не так ли? И мы описываем там наши способности и говорим, я как раз для этого места предназначен. И мы готовы, даже если там написано такое предписание, что мы еще не знаем, не умеем, и мы тогда пишем, вот это и это я могу, и здесь я желаю развиваться. Не так ли оно? Когда мы хотим попасть на работу, мы это пишем к какой-то фирме, или мы сидим дома и ждем, пока какая-нибудь фирма напишет нам письмо и спросит нас, не желаем ли мы пойти у них работать. Я не хочу, чтобы кто-то впал в депрессию, но может быть так, в такой позиции ты никогда, может быть, даже не будешь работать, и твоя надежда, она не принесет тот результат, о котором ты мечтаешь. Мы молдем нас, мы скажем, я хочу научиться, я хочу работать, я хочу, не мимо меня. Нет, но мы показываем себя, поднимаем руку и говорим, вот он я, я желаю работать, я желаю это сделать. В церкви, в церкви, по какой-то причине, здесь немного по-другому. Этот, 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 этот самостоятельный шаг сделать и сказать, я думаю, я желаю, я думаю, у меня получится. Нету этого, и вопрос, почему? В этом светском обществе, мне кажется, там мы более уверены, но в церкви, где дело, это дело Господне, оно намного важнее. там мы скромны, братья и сестры. Я имею такое мнение, если где-то недостает в какой-то сфере, то не должно быть в церкви Иисуса Христа. Не думайте ли вы так же? И дом Божий, он должен действовать так, не сравнимо ни с какой фирмой на этой земле. Бог, он есть Бог-устройство, мы так читаем. И знаете, что мы приобретаем, если мы служим Богу. И мы люди таковы, и всегда думаем, хорошо, если я буду это делать, то это я приобрету. И всегда, как бы, мы желаем знать, что мы будем иметь от этого. И вопрос, что я готов отдать. Кто помнит, сколько Яков работал за свою будущую жену? За первые семь лет. Ставьте, что он был готов посвятить или сделать, семь лет, чтобы после семи лет что-то приобрести. Кто сегодня готов на такое, что он семь лет будет работать и только потом получит свою зарплату. Есть ли здесь такие люди? Vielleicht ist das einer der Hindernisse, dass wir anfangen, dem Herrn aufrichtig zu динам. Может быть, и есть это одно из препятствий, которое мешает нам от всего сердца начать служить Богу. Мы организуем manchmal unseren Tag so, что я, что я делаю, я сейчас тоже получаю. Мы организуем иногда наш день так, чтобы в конце дня уже получить то, куда я инвестировал. Понимаете? Если я что-то делаю, я сейчас хочу себя хорошо чувствовать. Сейчас. И это препятствует проявляться в вере в нас. И этот вопрос некогда задали ученики, которые последовали за Иисусом. Они услышали разговор Иисуса с одним богатым. И он был исполнитель закона, очень примерный человек. И в своем мышлении он думал так, что жизнь и деньги это невозможно разделить. И когда ученики увидели, что вот такая личность, такая примерная, и это недостаточно, чтобы войти в жизнь вечную, потому что его сердце было привязано к богатству, и в них происходил некий конфликт. И что происходило в учениках? «Говорили, ну тогда кто же сможет спастись?» Тогда Петр говорил Иисусу, вот мы оставили все, что же будет нам? «Братья и сестры, и здесь идет о воздаянии, и многие любят люди конец месяца». Почему? Потому что тогда мы получаем зарплату. Тогда для многих все успокаивается, думая, ну теперь я могу жить дальше. И вот ученики, тоже интересовало, что же мы получим следу за Иисусом. Я хотел бы зачитать один стих, 19 глава от Матфея, 29 стих. И здесь Иисус говорит, «И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени моего получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Так, братья и сестры, кто ожидает что-то взамен, «Их таким тоже есть Слово от Иисуса». «Их таким тоже есть Слово от Иисуса». Но Он сделает это по своему, по божественному принципу, и воздаст тебе во сто крат. «И ты не знаешь, как и когда». И как раз это и есть чудно в Иисусе. И через наше посвящение и нашу веру в Него Он это приготовляет и делает для тебя, когда Он тебе воздаст обратно. «И мы верим тому, Он это сделает». «И в большинстве случаев Он делает это очень скоро, и мы чувствуем это в нашем сердце». «И Он к этому еще говорит, что я воздам тебе во сто крат, и что еще к этому, и здесь написано, и наследует жизнь вечную. «И наследует жизнь вечную». Братья и сестры, я хотел бы призвать нас всех к истинной вере. «Лас, wenn der Herr ruft, если Господь зовет, «Ласst uns aufstehen und gehen». «Давайте мы встанем и последуем». «Ласst uns in der Lage sein, jetzt das liegen zu lassen und zu gehen dorthin, wo Jesus uns hinruft». «Давайте будем готовы все оставить и последовать за Иисусом туда, куда он нас призывает». «Мöge der Herr uns alle reichlich, reichlich segnen». Пусть нас Господь всех обильно-обильно благословит. Аминь. Аминь.